Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямой связи заместитель председателя комиссии «Семя по вам человека», я думаю, всем хорошо известный Борис Царевич. Борис, добрый день. Добрый день. Хотел, может быть, для начала задать такой вопрос, который, я думаю, не первый я задаю. Нет такого ощущения или, может быть, даже опасений, что под предлогом пандемии идет такое массированное наступление на права человека и те вещи, которые, наверное, в обычной жизни, без этого ужаса с ковидом, бы казались вопиющими, неприемлемыми. Сейчас все это проходит. Вопрос не такой простой. Как известно, основной принцип – это права каждого человека заканчивается там, где начинаются права другого человека. Поэтому в условиях чрезвычайной ситуации, в частности, в условиях эпидемии, государство не только может, но и обязано ограничивать некоторые права, если это связано с необходимостью защитить здоровье и жизни других людей. Вопрос в том, насколько то или иное ограничение обоснован. Европейская конвенция прав человека предусматривает такие механизмы. В статье 15 в условиях чрезвычайной ситуации государство может заявить о том, что приостанавливая действия некоторых статей конвенции, Латвия была одним из тех немногих государств, которые это сделали, но по соответствующему решению эти ограничения теряют силу немедленно после прекращения чрезвычайной ситуации, что, как мы знаем, в Латвии уже произошло. То есть это формально юридическая сторона дела. Но практически каждый конкретный случай, каждое конкретное ограничение нужно рассматривать отдельно, насколько оно обосновано. Ну и в конечном счете решение должен принять суд. Кстати, Европейский суд по правам человека тоже рассматривает каждое такое заявление о приостановлении действия статьи конвенции отдельно. И в случае, если не считает его обоснованным, может такую оговорку не признать. Да, я почему спрашиваю. Совсем недавно были приняты в срочном порядке поправки в закон о высшей школе, который касается регулирования языков обучения, в том числе в частных вузах. И это, в принципе, так, ну нельзя сказать, что осталось незамеченным. Я знаю, что и ваша фракция довольно согласен выступала против этих поправок. Но, тем не менее, естественно, на фоне пандемии это показалось какой-то, наверное, многим мелочью. В общем, не вызвало, наверное, такой резонанс, который должно было вызвать. Может быть, несколько слов об этих поправках? Дело в том, что с пандемией это прямой связи не имеет. Всем был вынужден рассмотреть этот закон, вернуться к нему после решения Конституционного суда. Как известно, в прошлом году Конституционный суд признал правоту депутатов от согласия, которые подали иск в связи с ограничениями на языки преподавания в частных вузах. И, в общем, как бы пришлось этот закон пересматривать. К сожалению, поправки, по сути дела, меняют очень мало и все основные ограничения остаются. Поэтому не исключено, что мы будем обращаться в Конституционный суд еще раз. Пока что мы подготовили заявление, письмо к президенту Левицу с просьбой не провозглашать, не подписывать эти поправки. Объяснили, почему. Поскольку все-таки, ну, элементарная вещь, решение Конституционного суда надо выполнять. Ну, надежды, честно говоря, на президента немного, так что мы будем рассматривать и другие варианты. Но надо отметить, что, помимо прочего, часть этого дела была выделена в отдельное производство, и Конституционный суд, как бы, ну, не углубляясь в юридические тонкости, передал его в суд Европейского союза в Люксембурге. Ведь это касается возможностей свободной конкуренции, свободного передвижения товаров и услуг в рамках Европейского союза. Например, мы знаем, что эстонские вузы предлагают учебные программы и на русском языке. И согласно праву ЕС, это предпринимательская деятельность, которая может свободно осуществляться на территории любого другого государства ЕС. И если такая программа в Латвии не признается и запрещается, то это является ограничением прав эстонского предпринимателя. Сегодня это дело готовится к рассмотрению в Люксембургском суде. Уже известна позиция ряда государств Европейской комиссии, но и в целом Европейская комиссия, скажем, скорее на нашей стороне. Так что, если Люксембургский суд тоже решит, что существовавшее до принятия этих поправок ограничения, которые не очень изменились, как я говорил, не соответствуют праву Европейского союза, не исключено, что ему еще раз придется вернуться к этому вопросу. Да, вот это интересно, то, что вы сказали по поводу господина Левица, ведь он сам работал долгие годы как раз в этом самом упомянутом вами суде в Люксембурге. Но я так понимаю, что сейчас он занимает, ну, мягко говоря, другую позицию. Ну, к сожалению, господин президент очень последовательно выступает за весьма архаичную концепцию государственности. Ну, и мы, в общем, все за это платим. Ведь, грубо говоря, мы теряем свою конкурентоспособность. Вот та же самая ситуация с программами частных вузов. Мы много говорим об экспорте образования, о том, что Латвия должна стать привлекательным местом для иностранных студентов. Но, извините, мало кто из иностранных студентов будет готов приехать сюда, чтобы учиться только на латышском языке, особенно если они планируют потом строить свою карьеру в каких-то других государствах. Естественно, они выберут английский. Думаю, что есть еще немало таких, кто выберут русский, те, кто ориентируется на профессиональную карьеру в России или государствах СНГ. Если мы не даем такую возможность, то студенты уедут в Эстонию или другие государства, где таких ограничений нет. Ну, естественно, в очередной раз президент, очевидно, так же, как и националистов коалиции, считают, что черт с ними с деньгами, черт с ним с экспортом образования. Главное – это сохранить свою идентичность. На самом деле я совершенно не вижу, чем обучение иностранных студентов на английском или русском может угрожать латвийской идентичности или латышской идентичности. Но, к сожалению, коллеги считают иначе. Да, вот интересно, здесь недавно такую острую реакцию упомянутых вами националистов вызвала такая резолюция, рекомендация комитета ООН, где Латвию призывали все-таки вернуться в какой-то степени к возможности обучения на других языках. Ну, вот Тбвис у Латвии назвал вместе с зелеными крестьянами, назвал это все какой-то попыткой ввести двуязычие, чуть ли не два государственных языка. И я так понимаю, сказали, что никогда и не в жизнь. Что там было? Может быть, вы чуть-чуть объясните, как бы вот эксперт в области прав человека, что же это за рекомендации? На самом деле в течение прошлого года появился целый ряд оценок, рекомендаций международных институций, связанных с использованием языков в Латвии в целом и образования в частности. Тут можно упомянуть и заключение Венецианской комиссии, и резолюцию комитета министров Совета Европы, и комитета ООН. Ну, во всех них есть, в общем-то, очень много общего. То есть, внимание, руководство Латвии обращается на международные стандарты, которые признают права меньшинств, права лиц, принадлежащих меньшинствам, использовать свои языки во всех областях, в частности, в образовании, и требуют от государств, чтобы они старались совмещать свою политику защиты национальной идентичности, языков и культур с правами лиц, принадлежащих меньшинствам. Сформулировано это все в достаточно общем виде. Это те принципы, те европейские стандарты, которые сегодня, как бы, по крайней мере, на словах все признают. Ну, очевидно, для наших националистов эти стандарты неприемлемы, и тем самым они демонстрируют, извините, я выражусь грубо, свою паранойю и провинциализм. Ну, видимо, понимая, что сейчас это допустимо, ничего, так сказать, за это не будет, если так можно выразиться, да? Да, на фоне других проблем в Европе, ну, наша ситуация выглядит, конечно, некрасиво, но тут как бы не видно открытого конфликта. Поэтому, естественно, что международное сообщество все-таки в первую очередь рассматривает ситуацию, опасное с точки зрения мира и безопасности. А тут мы, в общем, ругаемся, но не деремся. И поэтому нас критикуют, нас упрекают, нас рекомендуют, но каких-то очень жестких мер, в общем-то, принимать не собираются. Тем более, что мы за счет такой политики сами стреляем себе в ногу. Мы несем совершенно конкретные экономические потери. Я уже говорил о частных вузах, то же самое касается эмиграции, то есть, естественно, что для тех людей, к которым государство относится, как к таким пасынкам, чужакам, не только не учитывают их интересы, но и постоянно как-то их там пытаются называть врагами, угрозой и так далее. Ну, естественно, что это только содействует эмиграции. Мы теряем кадры, мы проигрываем в экономической конкуренции. Ну и, в общем, наверное, не все этим недовольны. В частности, наши балтийские соседи, я думаю, ничего против такого развития ситуации не имеют. Как говорится, дружба дружбой, а экономика в рост. Да, вот это интересно, что вот если мы говорим даже о языках в такой сфере, как, не знаю, защита здоровья, вот сейчас это очень актуально. Даже сам министр здоровья на заседании правительства сказал, что когда они начали разрабатывать разные там информационные программы, в том числе для представителей нацменьшинства, естественно, они столкнулись с теми ограничениями, за которые, возможно, многие представители этой партии голосовали, видимо, не думая о последствиях. Теперь они даже не могут, вот будучи государственной структурой, предоставлять информацию, к примеру, на двух языках. Да, вот сейчас же почтовые ящики уже не забросишь, ни муниципалитет, ни государственные учреждения не могут распространять вот публичную информацию на двух языках. Абсурд какой-то. Да, ну, в общем, за что боролись, то и получили. Действительно, за счет политики правительства практически уничтожено производство телевизионных новостей на русском языке, остались только небольшая часть на ЛТВ-7, части общественного телевидения, и то с сентября они уйдут в интернет, и совершенно непонятно, как будет обеспечено их распространение. Мы еще месяц, мы с коллегой Региной, очень опытным журналистом, написали официальный вопрос в совет по радиотелевидению. Нас именно интересует, как будет организовано не только это производство новостей в интернете, но и их распространение. До сих пор ответа мы не получили. Руководство совета говорит, что они очень заняты, очень много работают, но они помнят о нашем вопросе, обязательно нам ответят. Ну, ждем. Поэтому, естественно, что при таком отношении особого доверия нет, и особого желания пользоваться теми каналами информации, которые навязывает правительство, тоже, в общем-то, нет. Поэтому, ну, какие-то наивные ребята, они думают, что мы по-прежнему живем в 20 веке, что мы запретим, скажем, распространение производства новостей в Латвии на русском, и люди послушно перейдут на латышский, но в глобальном мире, где есть интернет, при всем желании, при всей блокировке там некоторых каналов, все равно люди, которые хотят получать информацию на русском, будут ее получать. Кто-то будет смотреть «Дождь», кто-то будет смотреть «Киселева», но, в общем-то, запретить это совсем и заставить слушать только там ЛТВ-1, ну, это практически нереально. Вот это, поэтому я использую такие слова, как архаичность, как провинциализм, то есть, к сожалению, националисты всегда живут не в современном мире, а всегда живут в прошлом. И, естественно, что такая политика не может быть удачной, эффективной ни с точки зрения экономического процветания, ни с точки зрения сплочения общества. Я не хочу быть сторонником из какой-то теории заговора, но иногда создалось действительно такое ощущение, что, может быть, принято решение уничтожить вообще контент информационный на русском языке в Латвии. Правда, я не понимаю, с какой целью. Мне кажется, что, не знаю, даже теория пропаганды говорит о том, что если ты хочешь, не знаю, что-то запретить, тебе нужно что-то предложить взамен, не знаю, выгодное тебе. Но это вот даже с точки зрения вот такой вот жесткой политики. Не знаю, мне кажется, что тут есть два момента. Во-первых, вот та самая ограниченность, когда мы готовы очень многим жертвовать для того, чтобы искоренить разнообразие в обществе, в том числе и языковое разнообразие. Да, пусть мы будем беднее, но зато вот мы не будем слышать этих ненавистных там русского, английского и прочих импортных языков. Ну, это вот такой провинциализм. Ну, конечно, есть еще элемент конкуренции. Не секрет, что давно прошли те времена, когда частные СМИ действительно были частными. Сегодня все, ну, большинство таких СМИ живет на дотации. Работая в соответствующей комиссии и СМИ, я вижу, что каждый год увеличивается сумма вот этих субсидий частным СМИ, где-то в форме национального заказа, где-то в форме каких-то грантов, которые идут либо через Совет, либо через Министерство культуры, либо даже через Фонд интеграции общества. То есть, и это, в общем, естественно. В Латвии осталось полтора миллиона зрителей и слушателей, еще разделенных по языковому признаку. А посмотрите, сколько у нас телевизионных каналов и радиостанций. То есть, медийные эксперты отводят руками и говорят, что у вас просто слишком много телевидения. Но такую ограниченную аудиторию, невозможно обеспечить коммерческий успех. Даже очень мощные игроки, как вот, например, нынешние американские владельцы КВ-3 и вот всего этого конгломерата, который контролирует львиную долю латышскоязычного телевизионного рынка, в общем, показывают убытки регулярно. Рекламный рынок упал и уже не вернется. Что еще более важно, в общем, растет конкуренция со стороны глобальных латков. Рекламодатели все больше денег платят Ютубу, Гуглу, Фейсбуку и вот таким глобальным программам, и все меньше достается, в общем-то, местным вещатинам. Поэтому тут не только в кризисе дело. И в этих условиях убрать конкурента под предлогом того, что он не на том языке вещает, это святое дело. Да, вот еще, может быть, такой вопрос, который, завершая вот такой вот топик, что касается прав человека, многие обратили внимание на Францию, которой вы тоже об этом неоднократно говорили и в публичных выступлениях о том, что Франция, ну, как бы не признает национальные меньшинства, я имею в виду, ну, де юра юридические, да. И я так понимаю, что было принято сейчас какие-то изменения, которые касаются региональных языков. Франция приверживается так называемой французской республиканской модели, которая основана на интерпретации этого принципа равенства, этого знаменитое галите, которое появилось еще в конце XVIII века во времена Великой Французской революции. Главное, вот это единство национальное, культурно-языковое было предложено вместо сословной системы. Все люди равны и, соответственно, все являются гражданами Франции, независимо от цвета кожи, языка и так далее, поэтому у них должен быть один общий язык, как символ национального единства. По тем временам эта модель, конечно, была очень прогрессивной, но об этом можно долго говорить, я не буду сейчас сдаваться в исторические детали, но вот эта очень жесткая ассимиляционная политика, которую Франция проводила на протяжении минимум двух веков, она не принесла результатов. То есть по-прежнему целый ряд народов, живущих во Франции, бретонцы и корсиканцы, продолжают говорить на своем языке, продолжают бороться за признание своего языка. И сейчас Франция, хотя по-прежнему формально, как вы правильно сказали, отвергает идею меньшинств, потому что с точки зрения республиканской модели это неизбежно подрывает вот эту концепцию равенства, тем не менее все больше признает ценность разнообразия. Потому что да, все мы французы, но мы все разные. У нас не только религии разные, но и языки могут быть разные. И, в общем, до сих пор на практике политика Франции тоже отнюдь не была вот такой жесткой. Государство поддерживало, в частности, телевидение на бретонском языке. Оно было частным, но получалось серьезные субсидии. И вот на региональном и на национальном уровне были двуязычные программы образования. А сейчас сделан следующий шаг, то есть сейчас, согласно так называемому закону Малака, разрешено полностью обучение на региональных языках. Но это как бы другое название для тех же самых языков меньшинств. На корсиканском, на бретонском, на окситанском и так далее. И единственным серьезным условием является именно хорошее владение французским. Если школа это обеспечивает, то никаких других ограничений государство накладывать не собирается. То есть они пошли дальше, чем у Акрии здесь? Если такие программы не могут быть предложены в конкретном муниципалитете, то государство оплачивает учебу в частной школе, где такие программы есть. То есть с этой точки зрения это достаточно прогрессивный закон. И вся эта ситуация показывает, что дело не в названиях, не в терминах. Можно говорить о меньшинствах, можно говорить о разнообразии, можно говорить о том, что все разные, все равны. Важно, чтобы действительно каждый человек мог сохранять свою историческую, культурную идентичность. Да. Ну то есть здесь даже французы продвинулись несколько дальше в образовании. То есть у нас наблюдается регресс, я так понимаю, в смысле использования языков нацменьшинств. А они как раз пошли по пути эволюции, да? Да, именно так. Но, к сожалению, Латвия не одинока. К сожалению, за последний год целый ряд государств ввели новые очень жесткие ограничения, в частности, на образование на языках меньшинства. Это и Украина, и Литва, и Латвия, и Россия тоже, кстати. С недавних пор, скажем, преподавание официальных языков национальных республик больше не является обязательным. То есть это общая тенденция вот в восточной части Европы, а в западной части тенденция прямо противоположная. К сожалению, даже в рамках Единого Европейского Союза создать вот такой общие подходы к этой проблеме ну пока не очень получается. Борис Ильич, у нас на прямой связи. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. У нас буквально минута, короткая пауза, потом мы вернемся. Вы слушаете радио Болтком. Радио Болтком. Продолжаем работу в прямом эфире. Борис Целевич, депутат Сейма от Факции Согласия у нас вот на прямой связи. Вот такой вопрос, он тяжелый, конечно, но не могу его не задать. Все-таки, я думаю, наши радиосуслии помнят, что вы долгие годы являетесь делегатом в Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Ну, в принципе, это структура, которая, ну, если я ошибаюсь, вы меня поправьте, но все-таки и создавалась, и был наценен диалог. Да, вот на межпарламентский диалог. Да, может быть, диалог даже между властями. Ну, последние, не знаю, месяцы, может быть, даже и годы даже уже, но сейчас это особенно видно, это не только в ПАСЭ, но все идет какой-то конфронтацией, все свелось. Не знаю, мы чуть-чуть застали, наверное, это поколение, вот эту холодную войну, но вот нет такого, не покидает ощущение, что все идет по такому же сценарию. Да, только теперь вместе Советского Союза. Россия, вот это вот противостояние, санкционная война, там, не знаю, там, оспаривание мандата, лишение мандата, а вот мы тоже в ответ уйдем и так далее, и так далее. Я понимаю, что это сложный вопрос, но вот если так можно как-то все-таки очертить свои ощущения, Борис, вот от этого всего происходящего. Ну, в общем-то, это с одной стороны верно, с другой стороны не совсем. Видите, Совет Европы все-таки отличается от таких организаций, как, например, ООН или ОБСЕ. Да. Это организации типа круглого стола, где абсолютно все встречаются, обговаривают какие-то свои проблемы, связанные в первую очередь с безопасностью, с сотрудничеством, собственно, это и из названия видно, организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но Совет Европы все-таки это организация несколько другого плана. То есть это организация, основанная на некоторых принципах. Есть устав, который намного более конкретен, чем устав, например, ОБСЕ или ООН. Есть механизм Европейского суда по правам человека, который... Все государства, которые вступают в Совет Европы, подписывают Европейскую конвенцию по правам человека и обязуются исполнять решение Европейского суда по правам человека. Если какое-то государство считает те принципы, которые там заложены, какие-то нормы конвенции, несправедливыми, не подходящими, ну, совершенно не обязательно туда вступать. Ну, вот в Беларуси, например, есть такой пример. То есть там Грендум проголосовал за то, что мы не собираемся отменять смертную казнь. И, в общем-то, отмена смертной казни является обязательным условием для членства Совета Европы. Но вот есть единственное государство в Европе, которое в Совет Европы не входит. И, к сожалению, сейчас в Совете Европы появилось несколько государств, которые действительно регулярно подвергают сомнению базовую принципу Совета Европы. Но мне представляется, это в первую очередь касается Турции и России. Ну, Азербайджан еще можно упомянуть. Мне ситуация представляется очень простой. Если ты считаешь, что эти принципы тебе не подходят, но не вступай в эту организацию. Это же совершенно не обязательно, но если уж вступил, то выполняете правила. Это касается, в первую очередь, исполнения решений Европейского суда по правам человека и исполнения других конвенций, за которыми, за исполнением которых наблюдают специальные органы, такие как, скажем, Комитет по предотвращению пыток и другие специализированные органы, включая, в частности, Консультативный совет Рамочной конвенции. Мне кажется, что основные проблемы связаны именно с этим. И у меня действительно бывает достаточно такое ощущение дежавю. Вот когда я слушаю выступления российских коллег, я вспоминаю молодость, это абсолютно советская риторика, то есть абсолютно вот это все против нас, там мировой заговор какой-то, мы единственные, которые там владеют истиной, а вы ничего не понимаете, вот такое высокомерие. Ну, такой диалог, конечно, никаким результатом не приведет. Я вижу, что большинство ассамблей и комитет министров в той же ситуации очень хотят найти общий язык с Россией. Но, к сожалению, пока это не очень получается. Конечно, никогда не бывает так, что виновата только одна сторона, но в данном случае я на 100% уверен, что, как говорится, шарик на стороне России. – Ясно. Тогда спасибо за этот комментарий, вот за разъяснение. Что касается еще одной темы, наверное, может быть, даже и самой главной сейчас в обществе, это все, что связано с вакцинацией. Я почему вас спрашиваю, я обратил внимание, что недавно вы, как вот этот председатель группы по сотрудничеству с парламентом Израиля, организовывали такую виртуальную конференцию, пытаясь, ну, может быть, помочь и донести и до латвийских коллег вот этот опыт Израиля, это действительно в какой-то степени уникальный опыт. Израиль сейчас на первом месте находится вообще и по темпам вакцинации, и, наверное, по организации этого процесса, и по результатам, как мы видим. Вот, может быть, несколько слов вот об этом круглом столе, который вы организовывали, и какие уроки могла, не знаю, Латвия извлечь, и почему она не извлекает. Потому что мы сейчас пока наблюдаем совершенно удивительную картину, что даже то количество людей небольшое, которого можно привить имеющиеся вакцинами, вместо этого мы видим какие-то бесконечные скандалы на правительстве, да, даже, извините, противно смотреть, где там друг друга упрекают, а почему не привезли вакцины туда, это вообще непонятный уровень для этого правительства, а почему не этому семейному доктору завезли, а почему этому, в общем, и так далее. Да, действительно, мы по инициативе группы, парламентской группы по сотрудничеству с Израилем организовали такую встречу, естественно, в онлайне, с руководителями Министерства здравоохранения Израиля, ну не с самим министром, но с руководителем отдела международного сотрудничества, и так далее. И мы пригласили участвовать не только членов самой группы, но и представителей депутатов из ряда профильных комиссий, действительно, довольно много депутатов участвовало, было много вопросов. Я надеюсь, что коллеги, которые ближе к принятию решений, ближе к правительству, сделали из этого какие-то выводы, действительно, Израиль, страна ведь очень тяжелая, то есть там она очень разнообразная, там тоже есть очень проблемные группы, и в общем-то, в частности, арабское меньшинство, которое составляет около 20% граждан Израиля, именно израильские арабы, а не палестинцы, там это отдельная история, там у них есть свое руководство, которое по норвежским соглашениям само отвечает за вопросы здравоохранения, но там тоже есть определенные сложности, и ультра-автодоксальные религиозные люди, которых тоже там свои предписания, там масса направления, и некоторые из них тоже очень скептически относятся к таким вещам, как вакцинация. Действительно, было очень интересно послушать не только, как практически была организована закупка вакцин и вот сам процесс вакцинации, но и как они работают с этими проблемными группами. И с самого начала в Министерстве здравоохранения были созданы, по-английски это называется task force, что-то типа рабочей группы, по работе с каждым меньшинством. Все материалы по вакцинации были доступны не только на иврите и на арабском, но и на русском языке, и на языке амхара, это язык эфиопских иудеев, которые несколько лет назад переселились в Израиль, и в общем старшее поколение до сих пор предпочитает общаться на своем языке, поэтому и на амхара тоже все материалы были доступны. И в общем действительно старались найти в каждой группе индивидуальный подход в той форме, которая в общем для этой группы наиболее удобна. Вот в этом первое отличие от нашей ситуации. Второй момент, это ну всех естественно очень интересовал вопрос о том, является ли вакцинация в Израиле обязательной. И ответ очень однозначный нет. Нет никакого закона, никакого регулирования, которое обязывало бы людей вакцинировать. Другое дело, что руководители конкретных предприятий, конкретных слуг могут своим решением как-то ограничивать возможности людей, которые отказываются вакцинироваться, в том случае, если это обосновано. Например, в большинстве больниц администрация не разрешает врачам, которые сами не прошли вакцинацию, работать непосредственно с больными. Ну это ситуация скорее периодическая, потому что врачи практически стопроцентно вакцинированы. В самом начале, что касается остального медперсонала, медсестер, это чуть больше 90%, то есть не все готовы вакцинироваться. Но, естественно, не все счастливы. И есть целый ряд исков в суд. И, как сказало министерство, мы в это не вмешиваемся, законов никаких нет. Администрация в рамках своей компетенции приняла решение в интересах больных. Они считают, суд будет рассматривать, насколько эти ограничения обоснованы. Интересно, что в Израиле даже в отношении военных вакцинация не является обязательной. Хотя, казалось бы, военные, ну как бы, их работа выполняет приказ, но, тем не менее, даже военные, в общем, могут не вакцинироваться, если они этого не зала. Да, вот все-таки, говоря о том, как же все-таки, ну понятно, что там было много вакцин все-таки закуплено, это то, чего мы не сделали, но все-таки процесс был организован действительно очень эффективно. Да, действительно, но нельзя сказать, что там в Израиле всегда все в порядке. Государственная там очень большая бюрократия, очень многие израильтяне жалуются на неэффективность госслужбы. Но в данном случае просто были четко расставлены приоритеты. Когда стало понятно, что другого пути, как эффективно бороться с ковидом, нет, только массовая вакцинация, при всех проблемах, которые могут в этом возникнуть, действительно были найдены и средства, и организационные ресурсы, и действительно очень быстро были закуплены вакцины в необходимом количестве, то есть это был высший приоритет. То есть и в общем там тоже очень сложная политическая ситуация, как мы знаем, в Израиле прошли уже четвертые выборы в парламент за два года, там никак не удается сформировать стабильное правительство, но тем не менее, как-то все там политики и чиновники сумели объединиться ради общей цели, они продолжают конкурировать, продолжают ругаться, там уже очень напряженная политическая борьба, но тем не менее, дело сделано. Вот, к сожалению, у нас при похожем раздрае между политическими партиями, но при устойчивом, к моему сожалению, правительстве, вот так не получается объединиться ради общего дела, то есть все хвастаются своими заслугами, все ругают своих конкурентов и там заклятых друзей, но результат, к сожалению, такой, какой мы видим. Вот, может быть, в завершении я хочу чуть-чуть вот как раз обратиться к тем словам, которые вы сказали, устойчивая коалиция, ведь со стороны может показаться, даже проводя какие-то параллели с упомянутым Израилем, ну как, доверие общества к правительству мы видим рекордно низко, это вот цифры показывают, социологические опросы. Популярность, ну большинство правящих партий, ну многие там с трудом преодолевают по этим рейтингам 5% барьер, другие, например, новые консерваторы вообще там показывают рекорды низкие, это я уже не говорю про КПВЛВ, ну ничего не происходит, коалиция устойчивая, там народ, что-то там, не знаю, возмущается в социальных сетях по большей части, ну ничего же не происходит. Ну, на самом деле это не новость, это бывает достаточно часто, то есть доверие правительству очень низкое, люди возмущаются, люди их критикуют, потом идут на выборы и голосуют за те же самые партии. Наша беда в том, что, к сожалению, коалиция строится не на какой-то идеологической основе, не на каких-то вот таком партнерстве, основанном на ценностях, а просто-напросто на этнической основе. Все латышские парты, и тут эту колоду как бы как ни тасуя, в общем, ничего другого, в принципе, не получится. И когда вот господин Каринш отчитывался о том работе правительства за год, я в парламентских дебатах, в общем, прямо ему об этом сказал, что пока правительство основано именно на этнических, националистических идеях, результат будет именно таким. Националисты – это всегда прошлое, мы говорили сегодня об этом, это провинциализм, это архаичность. Националисты не способны принимать решения, которые соответствуют современным вызовам и искать эффективные решения современных проблем. И господин Каринш даже со мной согласился, но опять же он сказал, да, я вижу такую проблему, да, конечно, у латвийских, русских этих партий, за которые они голосуют, есть большой потенциал. Ну вот со временем это как-то решится, выучите язык и так далее, и так далее. То есть как бы проблема вроде как он и понимает умов будущего. Но опять-таки сводит все к языку, да? Да, но ответов у него нет, поэтому он использует вот эти стандартные штампы, стандартные лозунги. То есть, ну, откуда ему знать, что он все уже давно-давно по-латышски говорит. Ну, все, он как бы живет вот этими мифами 20-летней датвии. Ну, в этом, конечно, проблема. Но, видите, это демократия. Демократия – это обратная связь. То есть, люди голосуют, это их право. Но потом они ощущают ответственность и последствия своего голосования. Они как бы, если человек там стреляет себе в ногу, ну, им уже будет больно. Ну, поэтому, ну, какие могут быть претензии? Сами такое правительство выбрали. Да. Интересно, что вот как раз такие националистические, не знаю, мысли или идеи или догмы именно сидят в головах тех, которые значительную часть своей жизни прожили, в общем-то, в космопедитических обществах. Тот же Каринч, возьмем, да и Левиц в какой-то степени. Ну, видите, это вопрос сложный. На самом деле, те западные латыши, которые вернулись, это очень небольшая и довольно специфическая группа. То есть, это люди, которые, в общем-то, ну, никого не хочу обидеть или оскорбить, но я бы сказал так, что те люди, которые успешно интегрировались и делали хорошие карьеры в тех обществах, где они родились и выросли, как правило, Латвия не возвращаются. Они могут там жертвовать какие-то деньги, участвовать в каких-то проектах, периодически туда приезжать, но вот так, чтобы вернуться в там все бросить, ну, далеко не все на это согласны. Более того, даже те молодые люди, которые возвращаются сюда и работают, и пытаются что-то сделать, конечно, счете, далеко не все из них оказываются нужны. Вот, например, Нил Смужниц, который, в общем, действительно один из ведущих экспертов по правам человека, который 6 лет был комиссаром по правам человека Совета Европы и, по общему мнению, работал очень хорошо. Ну, вот, казалось бы, прекрасная кандидатура на пост омбудсмана, на пост министра. Нет, тут он оказался не нужен, и сейчас он работает в Эмнести Интернешнл Европейский Директор, то есть неправительственная организация. То есть в Латвии он оказался не востребован? Да, абсолютно, потому что вот такие современные, продвинутые люди, ну, наши политические элиты как-то не востребованы, и это далеко не единственный случай в своей области, в правах человека. Я могу очень много фамилий назвать, вот тех самых западных латышей, которые сюда вернулись с лучшими чувствами, либо они должны как бы приспосабливаться вот к этой архаичной националистической какой-то концепции, либо им здесь не находится место. А вот такие, как господин Левец, который, ну, в общем, он не авторитет особенно на Западе, это у нас, как бы, он считается главным светилом, но, по сути дела, ни на одной из своих международных должностей он не участвовал в реальной конкуренции с другими кандидатами. Всюду его назначало государством. Ну, и насколько удачно он там работал, ну, это вопрос открыт. Да. Ясно. Спасибо. Да. Спасибо большое, Борис Циревич. У нас было на прямой связи. Большое спасибо. Спасибо вам. Всего хорошего. Слушайте радио Болтком.